Здравствуйте, друзья! Я Андрей Соловьев. Для того, чтобы в полной мере передать атмосферу того устройства, с которым мы сегодня познакомимся, мне пришлось войти в образ вольного художника, можно так сказать, недалекого будущего. Ведь в качестве поверхности, на которой будет творить такой художник, выступает уже не бумажный холст, а экран планшета. Причем в качестве холста сейчас выступает не что иное, как новинка от компании Samsung – планшет Galaxy Note 10.1. Впервые Galaxy Note как таковой мы увидели на планшете-смартфоне Samsung Galaxy Note с экраном 5,3 дюйма. Тогда было непонятно, что это маленький планшетик или большой смартфончик. В данном случае похоже, что Samsung все-таки определился и сделал большой 10-дюймовый планшет с точно таким же перьевым вводом. Здесь перо S-Pen располагается внутри планшета, и если его достать, автоматически активируется программа для работы именно с перьевым вводом. По умолчанию на устройство предоставлено несколько интересных приложений для работы с пером. Это S-Note, то есть рукописные заметки на экране. S-Planer – это что-то типа календаря. Дальше идет Photoshop Touch, то есть самое полноценное и приятное приложение для рисования, и оно тоже поддерживает перьевой ввод. Теперь это перо оснащается сменными резиновыми наконечниками, а экран устройства, разработанный, кстати, в сотрудничестве со знаменитой компанией Vacom, распознает до 1024 уровней нажатия на экран. Сделано это для того, чтобы рисовать по экрану как будто карандашом, например, жесткими мазками или какими-нибудь тонкими штрихами. Опытный художник таким образом может передать множество различных нюансов и оттенков линии. Что интересно, если в момент рисования случайно дотронуться до экрана пальцем, то планшет это самое нажатие не принимает. Таким образом, перо является главенствующим. Если же мы убрали перо от экрана, то палец тоже может рисовать какие-то линии. Что интересно, на Galaxy Note 10 Samsung применяет любопытную технологию – несколько экранов. Таким образом, можно выбрать одно из пяти приложений, которое поддерживает двухэкранный ввод. К примеру, Polaris Office. Таким образом, на правой части экрана запускается офисное приложение, которое совершенно самостоятельно и автономно существует справа. Тогда как слева остается то самое приложение, в частности, S-Notes, которое мы использовали и в котором рисовали до этого. Интересно, что таким образом можно переключать окна, например, слева направо или справа налево. А сами по себе эти окошки существуют абсолютно автономно. К примеру, если вы в одном из них запустите кино, то оно будет абсолютно корректно, нормально идти, без всяких тормозов. В то время как на другой части этого самого экрана вы можете, например, просматривать интернет-сайты. Со временем представители Samsung собираются увеличить то количество приложений, которые работают в двухэкранном режиме. Теперь-то до меня дошло, почему разработчики Android-планшетов так любят вытянутые матрицы в соотношении сторон 16 к 9. Тогда как iPad, как правило, квадратный. Именно вот для таких вот фишек. И Samsung, мне кажется, нащупал очень правильную историю. Что же касается самой матрицы, то в целом она сильно не поражает. Дело в том, что она имеет стандартное для такого рода планшетов разрешение 1280 на 800 точек. Почему Samsung не использует на Galaxy Note 10.1 HD матрицу, мне, например, непонятно. Но, скорее всего, это как-то связано с координатной сеткой. Может быть, тогда, когда пиксели становятся слишком мелкими, попадать на определенную точку становится гораздо сложнее. Что же касается цветопередач, углов обзора и яркости, то здесь с этим полный порядок. Кстати, это самое не слишком большое по современным меркам разрешение экрана может сыграть очень хорошую службу тестом производительности устройства. Ведь тот процессор, который установлен здесь, а это, на секундочку, четырехъядерный процессор Exynos собственной разработки Samsung, примерно такой же, который стоит в Samsung Galaxy S3. И мы знаем, насколько он быстрый. Так вот, этому самому процессору гораздо легче рендерить экран с меньшим разрешением, например, 1280, в отличие от разрешения в 1900. В чем мы сейчас и попробуем убедиться. Поэтому сейчас мы запускаем тест, а пока он идет, я хочу сказать несколько слов об устройстве в целом. Ну, во-первых, первое, что хочется отметить, когда берешь его в руки, то, что он полностью сделан из пластика. За счет этого он достаточно тонкий и легкий и весит около 600 граммов. Выпускается Galaxy Note в двух цветовых вариантах. Это может быть либо молочно-белый, либо серебристый, тогда как окантовка всегда только серебристая. Что любопытно, при таком небольшом весе аппарат оснащается весьма мощным аккумулятором в 7000 мАч и, по заверениям, Samsung должен работать не менее 10 часов автономно. Приятно, что на российский рынок сразу выходит версия с поддержкой модуля 3G, то есть установкой самой обыкновенной сим-карты. И все Galaxy Note оснащаются слотом для установки карточек microSD. А вот, собственно, и результаты теста. Что же мы видим? 12813 попугайщиков, что, в общем, ожидаемый результат. Гораздо больше 10 тысяч и примерно на уровне того же самого Samsung Galaxy S3 или, например, HTC One X. Таким образом, Galaxy Note 10 на текущий момент является самым быстрым планшетом, обгоняющим и Transform Prime, и предыдущий Galaxy Note. И, естественно, все смартфоны, так или иначе, участвующие в тесте и показывающие гораздо менее 10 тысяч попугаев. Еще одной интересной фишкой Galaxy Note является то, что Samsung оснастил его инфракрасным портом, причем расположен он строго посредине верхнего торца. Таким образом, когда вы держите планшет в руках, у вас в руках получается не что иное, как огромный пульт дистанционного управления телевизором. Для этого планшета оснащается специальным приложением Smart Remote, которое поддерживает огромное количество брендов и огромное количество моделей разных телевизоров. Что касается остальных приятных плюшек, то аппарат оснащается двумя камерами. Фронтальный имеет разрешение 1,9 Мп, тогда как задний имеет разрешение 5 Мп, естественно, снимает HD-видео и, естественно, оснащается светодиодной вспышкой. Также правильным решением является то, что стереодинамики выведены на переднюю панель справа и слева от экрана в верхней его части. Таким образом, если вы держите устройство перед собой, то вы никак не можете закрыть их руками и даже если положите его на стол, звук всегда будет ровным и чистым и доносится из динамиков прямо в ухо того, кто находится перед ним. На верхнем торце, помимо уже упомянутых слотов Micro SIM и Micro SD, находится разъем для подключения наушников 3,5 мм, тот самый инфракрасный порт, качель громкости и кнопка включения. На боковых панелях нет ничего интересного, на нижнем торце можно найти только микрофон и длинный стандартный самсунговский разъем, через который он и общается с компьютером и заряжается. В продажу устройства появится сразу с предустановленной версией Android 4.0.4 и с тремя вариантами внутренней памяти. В данном случае это 16 ГБ, кроме этого будет 32 и 64 ГБ версия. Что касается стоимости устройства, то на старте продаж, в зависимости от версии, оно будет продаваться от 17 тысяч за самую младшую до примерно 36 тысяч рублей за топовую 64 ГБ версию. Замечу, что все аппараты будут оснащаться модулем 3G. Естественно, здесь есть все, что полагается современному планшету и модуль Wi-Fi, Bluetooth и GPS и акселерометр и датчик положения. Что же в итоге? А получается, что Samsung Galaxy Note 10 довольно необычное устройство, оно действительно очень быстрое, оно приятно и хорошо сделано, но самое главное имеет абсолютно новую фишку, которую, на мой взгляд, очень правильно Samsung выделил и распознает во всех новых устройствах. Это именно перьевой ввод, потому что с помощью этого новшества, этой фишки, можно выделиться и дистанцироваться от других производителей с их стандартными экранами и управлением только лишь одним пальцем. Вот, пожалуй, и все, что я вам сегодня хотел рассказать о Samsung Galaxy Note 10.1. Спасибо Samsung Mobile за то, что одному из первых дали мне поиграть с этим устройством до официального старта продаж. Ну, а вам спасибо за то, что смотрите MobileMho. Смотрите нас дальше. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok